МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях главный режиссер Севастопольского кукольного театра Артем Викторович Макеев и актриса Севастопольского кукольного театра Дарья Сергованцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Артем Викторович, а как же пришла идея открытия кукольного театра в городе? Вот вы говорите, режиссер Кукольного севастопольского театра, актриса, и прямо, ну, на самом деле это чудо. Это действительно чудо, потому что, ну, это так здорово, что в таком городе, как Севастополь, открывается профессиональный театр, стационарный, репертуарный театр, в который зрители могут постоянно приходить. Идея эта давно очень витала в воздухе. Театр открывается при культурно-информационном центре «КИДС». И руководство «КИДС», дело в том, что театр же существовал при «КИДС», как раз о котором мы с вами говорили, «Саквояж». И вот сейчас просто, видимо, назрел этот вопрос. Потому что есть театр для взрослых, драматические театры, есть театр для ЧУЗа, для младшего школьного возраста, для школьников прежде всего. А для самых маленьких, то есть для ребятишек от двух-трех лет, такого театра в Севастополе не было. И вот теперь он появился, чему мы очень-очень-очень рады. И вот эта идея возникла, а у меня как режиссера давно была идея создать нечто свое. Тот театр, который я вижу. Наверное, как и у каждого театрального режиссера. И такая возможность предоставилась. Как раз вот замечательное руководство культурно-информационного центра сказала, что вам нужно, и мы вам сделаем. Вот. Я говорю, нам нужно то-то, то-то, то-то. Все. И это замечательно. Значит, у людей тоже болит об этом сердце. И они тоже хотят. Мы как-то нашли друг друга, и сейчас очень плодотворно работаем. А есть ли какая-то особенность вашего театра по вашей индивидуальной задумке? Конечно, конечно. В моем видении театр – это не классический театр, где есть прибитые, привинченные стулья, кресла, где есть сцена. А это домашний театр. Это то уютное пространство, где можно прийти и отдохнуть вместе со своими детьми. Это театр семейный. Это театр камерный. Поэтому наш театр рассчитан на очень небольшое количество зрителей. Это 30-35 человек. Вот. Они попадают в нас. Все застелено ковролином. Все пространство театра. Поэтому там снимают обувь. Вы, пожалуйста, уважаемые взрослые и ребятишки, берите с собой сменную обувь обязательно. У нас, конечно, будут бахилы для тех, кто этого не сделал. Но хотелось бы… Мы же приходим домой, снимаем обувь, правда, переодеваем. Точно так же и здесь. А сами спектакли происходят на подушках. То есть на ковролине разбросаны подушки, на которых сидят родители вместе с детьми. Если кому-то это неудобно из-за возраста или просто неудобно, то по краю нашего маленького зальчика есть удобные стулья, на которых можно сесть. Все действие происходит прямо рядом со зрителями. И зрители непосредственно участвуют и общаются в процессе и с актерами, и с куклами. То есть это такое очень уютное пространство. Я думаю, что оно всем понравится. Давайте еще раз подчеркнем, ваш театр будет располагаться в здании культурно-информационного центра. Да, на Павла Корчагина, дом 1. А где именно там оно будет? Это нам предоставили отдельное помещение, практически с отдельным входом на первом этаже. Там будет и прихожая, как в любой квартире, и гостиная, и пространство непосредственно самого зала, где будут проходить спектакли. То есть все по-домашнему и совершенно необычно, и вне формата. Да, мы очень на это надеемся. Да, мы, конечно, сейчас еще не все успеем к премьере, к нашей сделать, потому что и так все столько уже сделано за это время. Просто огромное количество. За три месяца, благодаря низкий поклон, прежде всего, директору культурно-информационного центра Татьяне Викторовне Зениной, которая вложила и сердце, и душу, и денег, сколько уже вложили в этот проект, мы очень-очень благодарны. Но наверняка и творческие коллективы КИЦА тоже принимали участие. Ну, в определенной степени да. Но мы уже собираем и свой коллектив, потому что сейчас уже в цехах. Цеха – это там, где делают кукол, декорации, реквизит. Уже мы пригласили, и КИЦ пошел к нам навстречу профессиональных художников, которые помогают нам делать кукол и декорации. Уже появились совершенно замечательные, молодые, пусть еще не профессиональные, но актрисы в театре, которые хотят работать, и им это интересно. То есть очень много сделано за каких-то всего три месяца. Вот за эти три месяца еще, понятно, сделано не все, но очень много. Тем не менее, что было самым трудным для вас при подготовке к открытию? Самое трудное – это, конечно же, поиск актеров. Это самое трудное. То есть тех людей, которые чувствуют тебя как режиссера, и способны выразить то, что ты хочешь. Способны выразить. А для этого, ну, это вот должны быть близкие по духу люди, да? Так, что называется, родные. Вот. И, безусловно, талантливые, ко всему прочему. А это, конечно, чрезвычайно сложно найти таких людей. Но вот милостью Божией просто, это, я считаю, чудо, появились замечательные у нас вот девчонки. Вот одна из них присутствует здесь, Дашка, с которыми мы сейчас работаем. Давайте проанонсируем, когда же произойдет открытие Театра кукол, когда будет и какая премьера. Значит, премьера у нас состоится 25 декабря. И это новогодний спектакль, рождественский спектакль. Можно посмотреть афишу, зрителям показать? Да, вот, пожалуйста. С 25 декабря по 30 у нас в 11 и в 13, и потом со 2 по 5 января в 11 и в 13 будут спектакли. А какие, что смогут увидеть? Это спектакль «Солнышко и снежные человечки» по болгарской, по болгарской сказке. Вот такие у нас вот замечательные афиши. Почему решили выбрать именно эти постановки? Расскажите о них. Именно эту постановку? Да, да. Ну, во-первых, это история новогодняя. По крайней мере, мы ее сделали новогодней. И потом, эта история рождественская во многих смыслах. Я не хочу раскрывать всех тайн, но я думаю, что лучше расскажет Дарья об этом спектакле. Но спектакль, я практически уверен, я, конечно, человек, в общем-то, новый в Севастополе, но я практически уверен, что ничего подобного севастопольский зритель не видел. Поэтому... Дарья, расскажите о работе над спектаклем. Как она проходила, и вот ваша роль в подготовке до сих пор длится, да? Да. Работа с нашей стороны, с актерской, началась над этим спектаклем, наверное, полтора месяца назад. До этого мы просто занимались, тренинги у нас были серьезные. А полтора месяца назад мы начали именно работу над спектаклем. Я, конечно, театр кукол люблю с детства. Но я даже подумать не могла, что когда ты стоишь там, за планшетом, что столько разных мелочей там есть. Что есть эти куколки, у них есть много деталек, много запчастей. Нужно на всем держать внимание. Технически это оказывается очень сложно. Это выглядит легко и просто. Вот. Но мы стараемся, мы репетируем очень много. И когда смотришь репетицию со стороны, то это воспринимается вот совсем по-другому. Ты видишь вот все это волшебство. Ты видишь, что это действительно происходит все легко. Разворачивается эта сказка. Ты видишь этот мирочек, который тут же прям возникает. Есть своя атмосфера. Загораются звездочки. И сказка такая хрупкая очень, тонкая такая. И в ней, конечно же, никто не видит всех этих вот технических мелочей. В ней очень много сюрпризов. Для нас это уже не сюрпризы. Они отработаны. А для зрителя, конечно, очень много там возникает всего неожиданного. Она спокойная, такая лиричная, вот, завораживающая. И, ну, вот, для меня неожиданно, что я так вот попала в такой театр, что у нас такой режиссер. И у нас даже на репетициях создается эта атмосфера. Я знаю, что этот спектакль будет просто вот очень сказочный. И он точно затронет самые там тоненькие струны души вот любого взрослого. Любой взрослый окунется в детство. Это точно. Тоже проникнется. Очень. Ваш герой, он близок вам по духу? Ну... Дело в том, что... Я перевью дело в том, что... Да. Дело в том, что у Даши очень много героев. Как у каждого, как у всех актеров. На самом деле два человека работают в спектакле. Всего две актрисы работают. Просто у нас еще одна актриса в дубле. То есть мы меняемся. Там огромное количество персонажей, и они с ними работают и меняются. То есть это не один персонаж. То есть еще технически сложно и с этой точки зрения. Что много ролей. Да. И много частей одной куклы, которых нужно как-то собрать. И она должна быть как настоящая. Ну, тем более интересен Ваш труд. Особенно изнутри. А то, что увидит зритель, это будет настоящая сказка уже как результат Вашего труда. Артем Викторович, а что еще будет в репертуаре кукольного театра? Что-то еще планируете ставить, готовить? Конечно, конечно. На самом деле мы планируем выпуск трех профессиональных спектаклей в год. Следующая премьера, она будет в апреле-майе. Это будет спектакль по сказке Бориса Захадера «Кто такие птицы?». И потом еще будет следующая новогодняя премьера. Пока не буду раскрывать. Но параллельно мы запускаем еще один проект. Это сказки на подушках. Где они будут выходить два или три раза в месяц. Совершенно разные сказки. Это будут театрализованные сказки. Театрализованные. То есть там будет и музыка. Это будет чтение сказок. Вот то, чего зачастую и так детям не хватает. То есть такая часовая программа – это чтение сказок с музыкой, с разыгрыванием вместе с детьми этой сказки. А во второй половине мы будем создавать уже вместе с актерами, будем делать уже из разных материалов героев этой сказки. То есть вот такие театрализованные программы. А расскажите подробнее о ваших куклах. Какие типы кукол задействованы в спектаклях? И вы их делаете, изготавливаете собственноручно? Конечно, конечно. Это очень большой и трудоемкий труд. И я не сказал на самом деле о, по сути, главном человеке театра. Это художники театра Елене Александровне Собяниной. Которая, вот вы видели эскизы, видели афишу. Тот, кто придумывает всех этих персонажей, все эскизы, декорации. Тот, кто сам своими руками вместе с художниками, теми, кто ей помогает, это создает. Я забыл, про что вопрос. Вопрос о куколках. Ведь существуют разные типы кукол. Бывают и марионетки, тростевые, планшетные, настольные. Что у вас? Да, вот те куклы, прием, которые мы сейчас используем, я никогда не использовал в своей практике. Это куклы плоские. Они вообще практически плоские. То есть все персонажи и все предметы, они плоские. Но это создает совершенно уникальный, удивительный такой эффект анимации. Очень необычный эффект. Я вам уже секреты раскрываю такие. Необычный подход. Вообще театр кукол, он совершенно разный. Поэтому мы постараемся спектакли. Каждый спектакль, он будет совершенно иной. По форме. Потому что мы привыкли обычно, вот за ширмой такие куколки ходят. Ну, обычно, да? И так представляем. А театр кукол, он настолько многообразен. На самом деле. В своих формах, да. Артем Викторович, а расскажите о вашей студии. Чему там можно научиться и кто может стать ее участником? Это вы приглашали? Да. Да. Ну, вот, собственно говоря, первый этап студии был. Это вот был поиск актеров. И пришли вот девчонки, которые, которым мы начали с ними заниматься тренингами различными. Драматическими, кукольными. Стали учиться просто жить на сцене. Просто разговаривать на сцене. Общаться на сцене. Вот. И постепенно вот их эта история затянула. И вот возникло желание участвовать в этой... После Нового года мы планируем... Я планирую создать большую театральную студию при театре. Туда приглашаются. И, собственно говоря, можно уже сегодня записываться и приходить на прослушивание. Поскольку это студия при профессиональном театре. И мы предполагаем, что студийцы будут делать спектакли, которые будут входить в репертуар театра. Будет три профессиональных спектакля, как я уже сказал, в год. И два любительских, которые будут делаться именно участниками студии. Вот. Поэтому именно... Поэтому будет прослушивание. От 14 лет мы приглашаем всех. И до бесконечности. До бесконечности. Это актерское мастерство. Это сценическая речь. Это кукольное мастерство. Конечно, театр кукол, прежде всего, предполагает именно погружение именно в эту сферу. Да. Вот. Это пластика, конечно. Вот. Вполне возможно, что мы привлечем и других специалистов в студию. Ну что ж, время нашей передачи «Истекло». В вашем лице благодарю весь ваш состав, организаторов, постановщиков, художников за ваш вклад в культурную жизнь нашего города. Желаем творческих успехов и, конечно же, аншлага. Спасибо. Спасибо вам большое. Театр кукол – это замечательное путешествие в страну ожившей сказки. Не только каждый ребенок, но и взрослый, сохранивший в сердце живое восприятие жизни, переступает театральный порог с оправданным ожиданием чуда и волшебства. Именно здесь, видя оживших героев книг и сказок, ребенок начинает учиться радости сотворчества, сопереживанию, любви к искусству в самом широком смысле этого слова. Напомню, говорили об открытии Севастопольского театра «Кукол» и его премьере. На этом мы ставим точку. Эфир же телеканала продолжается. Актуальные темы еще впереди. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин